Но ребят, перед самым началом видео я бы хотела сказать спасибо своим любимым донатерам, людям, которые поддерживают меня на стримах, которые подписываются платно на Твиче. Огромное вам спасибо! Без вас этот канал уже мог давно загнуться и закрыться, так что спасибо! Спасибо большое, что поддерживаете меня, и всем, кто меня тут смотрит, тоже спасибо! Люблю всех! И всем привет, ребят! С последним месяцем лета получается! Я записываю этот ролик 1 августа, выйдет он вроде как 2-го, так что... Для вас немножечко поздно, но на данный момент, на момент записи, я хочу сказать, что поздравляю вас с последним месяцем лета! Я надеюсь, вы оторветесь хорошенько перед началом учебного года и прочее, прочее, прочее. А пока я вам предлагаю встряхнуть свои кости и вспомнить о таком старом и забытом богом приложении, как Амино или Амино. Но, на самом деле, не важно, как оно читается, я всегда говорила Амино, но кто-то такой мне как-то сказал, блин, ты говоришь неправильно, это читается Амино, и я такая, блин, ну какая разница? Это же просто название приложения. Это даже не имя человека. В любом случае, я буду говорить так, как удобно мне, кому будет резать уши, извиняюсь, конечно, но что я могу поделать? Дело в том, что раньше Амино был очень популярен. То есть, когда он только вышел, они заказывали рекламу у разных блогеров, чтобы те создавали там свои профили. И, ну, в общем-то, рекламировали приложение. И знаете, на бумаге их концепт, наверное, звучал очень круто и свежо. Это сборник фандомов, ты можешь вступить в кучу разных и общаться по какой-то конкретной теме. Я помню то время, когда самое крупное арт-сообщество Амино просто было, ну, неверным. Там сидело тысячи людей онлайн одновременно. И я тогда туда пришла, это было очень круто. Но, знаете, я считаю, что это приложение было обречено на провал самого его, не знаю, создания и попадания в сеть. И я хочу объяснить почему. Начнем с того, что абсолютно любой мог создать там свое сообщество. Конечно, люди считают это плюсом, но я бы не назвала это таким уж действительно плюсом. Потому что собрать команду, которая будет следить за правилами, то есть модераторов, админов и прочих таких людей, довольно сложно. Вы берете определенных людей, которым доверяете. Но иногда вы просто берете абсолютно рандомных людей, и эти рандомные люди не выполняют свои обязанности. Что на самом деле максимально часто встречается даже за пределами Амино. Это абсолютно нормально, если вы взяли какого-то рандомного чела, и он не хочет ничего делать. Очевидно, он просто хотел посидеть, и вы его нагрузили работой. И из-за того, что обычно в этом приложении сидят в основном дети и подростки. Очень редко старше. Опять же, просто фандомами более взрослые люди не так сильно увлечены. Хотя Амино, конечно, пытался продвигать свое приложение во взрослые массы. Типа, вау, вы можете здесь создать клуб встреч, но давайте будем счастливы старперы. Да, просто не приходили. Это, блин, очевидно. Это даже выглядит как детское приложение. Я не могу выговорить слово в приложении. Это даже выглядит как детское приложение. И, опять же, нет никаких проблем. Все, что для детей, это нормально. Но, очевидно, админы и модераторы, дети, это не есть гуд. Потому что очень резко они выполняют свои обязанности надлежащим образом. И довольно часто они просто пользуются своей властью. И это, что касается, конечно же, маленьких сообществ. Когда я была в самом крупном по арт-артам сообществе, там было вроде как все окей. Но из этого вытекает вторая проблема. Я не знаю, откуда это пошло. Но во всех арт-сообществах всегда просили пруфы, что это твой арт. Кто-то скажет, вау, это отличная идея. Я скажу, да, опять же, это хорошая идея, но на бумаге. В теории это было просто кошмар. Просто представьте, что вы выкладываете свой арт, и к вам приходит админ и просит пруфы. Абсолютно нормальная ситуация для амина. Вы скидываете пруфы, что это ваш арт, слои, все такое. И это все попадает в общий доступ. Почему? Потому что чаще всего админы требовали, чтобы эти пруфы были в постели. И пока они проверят, пока они увидят, вы можете их не удалить. Кто-то может эти пруфы скачать и потом использовать их в качестве, ну, типа, блин. Это вот пруф, что это мой арт. И что вы сделаете? Что вы сделаете? У него есть теперь ваши скриншоты. И очень мало какие сообщества соглашались на то, чтобы пруфы можно было прикрепить только в личке к админам. Опять же, я знаю, что по большей части админам на это не нужно. Но, если представить, что там сидели какие-то мошенники, то вы скидываете какому-то челу доказательство, что это ваша картинка, серьезно. Я когда пришла в это сообщество, мне было очень странно. Мое самое первое сообщество в амина было по Солифейсу. Я решила загрузить это старой артой. И мои арты чуть не удалились из-за того, что у них не было пруфов. И они были действительно старыми. У меня практически не было пруфов. Я откопала один единственный пруф, что это моя картинка. И мне посты не снесли. Но с тех пор я старалась очень аккуратно это все делать. И сразу перешла на другие сообщества. И я узнала, что, вау, невероятно. Во всех остальных арт-сообществах требуют тоже пруфы. И через некоторое время я додумалась на свои слои ставить ватермарку со ссылкой на ВК. Но это опять же, опять же, не все так делают. И доказывать, что это твоя картинка. Немножечко странно. Из раза в раз. В том плане, что если ты доказал сообществу, что это твои арты. Я не понимаю, зачем в каждом посте мне нужно прикреплять свои слои. Это просто определенно какой-то маразм. Я не буду говорить, ребят, про чаты в этот раз. Потому что я в них не сидела. Скажу честно, мне это максимально было неинтересно. Поэтому разговоров про чатов не будет. И по поводу комьюнити. Тоже по большей части там сидели точно такие же люди, как и во всех остальных соцсетях. Мы разбираем только само приложение, да. И, наверное, самое грустное, что после того, как перестали рекламировать, в общем-то, Амина, оно загнулось. Я скачала его специально для этого ролика, чтобы посмотреть, что там происходит. И я зашла в самое крупное сообщество. И там было 17 человек в онлайне. 17, хотя раньше было около тысячи. В подборке висят арты со 100 лайками. Хотя раньше, опять же, все это исчислялось в тысячах. Да, определенно, Амина уже умер для большинства. Но, еще раз говорю, как по мне, этот концепт был неудачен с самого начала. Все-таки стоило делать соцсет не настолько разделенную по, не знаю, по фандомам. Я не знаю, на самом деле, я не разработчик приложений, да. Но это все звучит действительно как что-то мимолетное. Как что быстро надоест людям. И, в общем-то, что и произошло. А само сообщество, которое было изначально предназначено, по большей части, для художников, было плохо организовано. В Амина было куча обводок, куча обмазок, админы не справлялись с их удалением. И пруфы, пруфы обычно просто крали. У меня лично из Амина украли очень много артов, из-за этого я оттуда ушла. Поэтому, не знаю, ребят. Я знаю, что некоторые люди там до сих пор сидят, но... Камон, 17 человек в онлайне, я не знаю. Это самые преданные фанаты, или, наверное, люди, которым дали админку, и им просто нравится сидеть там и админить. В любом случае, это мое мнение. Всем спасибо за просмотр. Что думаете вы насчет Амина? Может быть, я максимально не права. Но это на самом деле не важно. Это просто исключительно мое мнение. Разбор приложения, в котором я сама сидела несколько лет. И, вау, оно уже, к сожалению, мертво. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на Twitch, на Inst, на VK, вообще на все. Я всех очень сильно люблю. Всех целую. Удачно вам провести лето. Ну, а я пошла дальше работать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok